Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, сегодня мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Тема программы «Зарубежные рынки и валюта. Прогноз развития событий». Ну, всегда приятно давать прогнозы, да? Я знаю, что мои гости любят это делать. Кстати, сегодня в гостях Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дима. Добрый. И Антон Захаров, аналитик «Промсвязь банка». Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. Ну, настроение как у вас? Отлично. Отлично? Оптимистичное. Оптимистичное. В чем это вызвано? Кстати, 0 градусов в Москве, холод собачий просто. А у вас оптимистичное настроение. На рынках потепление. Вот. Мы-то не смотрим, да, что там на погоду. Мы смотрим в другое место. Кстати, давайте для вас это, наверное, будет новостью. Хотя нет, может быть, вам об этом сообщили. Смотрите, у нас теперь ситуация следующая. Мы вещаем. Видеокартинка у нас есть. В прямом эфире вещаем сухой остаток на сайте finam.ru в разделе «Видеосеминары». Поэтому сейчас у нас добавилась аудитория, существенно. На многие миллионы человек добавилась аудитория. Вот. Это раз. Идваз, то, что непосредственно наши слушатели, наши коллеги финамовские будут задавать вам вопросы. Они вообще жесткие ребята. Вот у меня здесь уже перечень есть. Мама не горюй называется. Ну, ладно. Вы тоже, да, не лыком шиты. Я вижу, вы настроены по-боевому. Ну, и поэтому традиционно. Значит, сначала я напомню уважаемым слушателям, что, ну, тем, кто не на сайте финам сейчас находится, а кто слушает нас по радио, либо на сайте финам.фм, у вас есть возможность позвонить в студию, задать вопрос сегодняшним моим коллегам. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495. Также вопрос вы можете опубликовать на сайте финам.фм. Там разберетесь, есть закладочка. Соответственно, я его прочту. Ну, а те, кто, еще раз повторю, слушает нас сейчас в разделе вебинаров, там есть, соответственно, свои способы для того, чтобы задать вопросы. Ну, и начнем. 18.05 в Москве. Посмотрим, что происходит на финансовых рынках. Картина маслом. Что происходит сейчас у нас в мире. О, отскочили. Я просто, да, пока вот сейчас у меня был эфир иной, я так посматриваю, в любом случае, что происходит. Отскочили американцы, открылись большим они гэпом вниз, а сейчас, смотри, уже подрастают, уже выше ватерлинии, в зеленую территорию. Значит, в моменте, наблюдаю я, 18.06, Ноу-Джонс прибавляет, ну, десятую процента. Примерно так же, СИПи прибавляет, да, чуть больше одной десятой процента. Наши ребята, ну, так как-то, ни шатка, ни валка. РТС плюс две десятых, ММВВ минус три десятых процента. Вот, тут без особы. Ну, единственное, что вот меня, да, неожиданно порадовал оптимизм американцев. Нефть, нефть, ну, и сырьевые рынки Форекс. Сейчас нефть марки Брент 108 долларов за баррель. Кстати, надо отметить, да, что и Брент, и Лайтсвит торгуются ниже определенных там нами, да, некоторыми целевых уровней. Ну, там мы говорили о Бренте в районе 110, да, а Лайтсвит в районе 90. Вот сейчас тот и другой уже чуть ниже. Золото корректируется, да, мы сейчас с Антоном это обсудили как раз. У нас была возможность летом хорошо заработать, мы заработали, а сейчас радостно смотрим, как оно опять дает такую возможность. 1706 долларов за унцию, ну, я думаю, стоит, наверное, да, для того, чтобы входить активно, подождать еще куда-нибудь в район 1670, да, 1690 даже можно. 1680, да, там хорошая поддержка, я согласен. Ну, в моменте мы наблюдаем, вот сейчас топчет он 1700 и пока успешно. Ну, а индикаторы валютного рынка евро-доллар 1.2965, то есть забрался он выше. Вчера несколько, да, он, так сказать, пытался постучаться, 1.29 сверху, не получилось. Вот, и сейчас торгуется на 29-й фигуре. Собственно, подтверждая среднесрочный диапазон, да, евро-доллары, мы это с вами обсуждали. Ну, и смотрим на набор голубых фишек, основной набор голубых фишек разнонаправленный сегодня. Лидерами, да, безусловным лидером Роснефть, трым-трытым, фанфары звучат, и уже вопросы, кстати, по этому поводу, так что готовьтесь. Безусловным лидером роста выступает Роснефть, что-то такое случилось, видимо, да. Лидером падения сегодня выступает Росгидра, 2,5% теряет, Ростелеком, обычка, 2% теряет. Вот, ну, остальные не так интересны. Вот такая вот картина маслом. Вот такая вот картина маслом, значит, будем мы говорить сейчас о том, что нам ждать далее. Я сейчас, секунду, отвлекусь еще. Смотрите, я хочу, во-первых, посмотреть на количество вопросов. Да, есть вопросы у нас на сайте, значит, вопросы приходят, да, по электронной почте, Никита, в частности, только что написал. Ну и по телефону пока вопросов нет. Итак, начнем. Да, Дим, давай с тебя. Поскольку ты заметитель начальника отдела, поэтому тебе и карты в руки. Ты просто аналитик. Ты вторым пойдешь. Дим, рассказывай вообще, что происходит на рынках. Происходит совершенно, мы, наверное, больше говорим о мировых рынках, но так или иначе, видно, что сегодня очень интересная история на российском рынке разыгрывается. Роснефть всколыхнула, так сказать, топ, которая сформировалась в течение последнего месяца. И она ее очень всколыхнула, интерес не только сама выросла, но еще и спровоцировала такие перетоки инвесторов, которые попали на маржин-колп от НКБП. Вчера они стали аварийно, с утра немножечко, наверное, выходили из Газпрома с Лукойлом. А Роснефть, соответственно, растет большинство трейдеров, наблюдателей, аналитиков и так далее, смотрят, не могут понять и друг у друга спрашивают, ты ее покупаешь? Не я, ты покупаешь, не я. Никто, так сказать, никто не может... Крайнего ищут просто, да? Ищут крайнего, причем на всех, видимо, уровнях. На самом деле, наверное, так хедж-фонды играют в поисках этого уровня 236, который был озвучен как цена, по которой как раз выкупили. И, соответственно, точнее, не выкупили, а по которой сделка прошла с БП. Ну, и эта история, она, конечно, на некоторое время определенное такое перераспределение денег вызвало внутри нашего рынка. Но глобально, к сожалению, деньги мировые не текут в российский рынок. Это является основной причиной того, что не растет, не падает. Стагнирует, единственный источник для заработка, вот та самая немножечко повышенная волатильность. И даже она в последние две недели перестала быть таковым, потому что внутренняя волатильность по опционам снизилась с 28 до 24 процентов. И, соответственно, даже здесь уже сложно заработать. В таких случаях обычно происходит, что когда рынок на истощении, он находится в ожидании сильного движения. Куда это будет движение? Все ждали движения в августе, оно было наверх. Сейчас все ждут движения снова наверх. Мне кажется, оно скорее может быть, наверное, в сторону понижения. Потому что слишком много тех, кто ждал движения наверх, они расстроились. Хотя тут, конечно, ситуация очень не обозначена. Я сейчас картинку открыл, кстати, давно я не рисовал индекс РТС у меня вот сейчас на графике. И там такой канальчик восходящий, начиная с мая месяца, наверное, с минимумов майских, да? И хорошо он торговался, тын-тын-тын. А вчера мы его пробили. Так уж, на всякий случай. Был большой игрок, по разным слухам его все знают, который рынок, так сказать, немножечко шортил, вольно или невольно. Потому что там говорят о сложных деривативных позициях, которые у него там такие несложные, что никто понять до сих пор не может. Потом перепозиционировался. Да, он очень мощно запозиционировался. Мы, судя по всему, поскольку компания публичная, увидим его в квартальном отчете, что он там напозиционировал. Будет достаточно мрачная картина, судя по всему, что и отражается в динамике акций этой компании. Но это только всего лишь на уровне слуха и версии. Ну, пока на слуха, а когда придет отчетность, уже мы, так сказать, подтвердим. Да в отчетности все равно не увидим. Поскорее это, так сказать, только один из косвенных отдаленных факторов, который может нам только лишь намек дать. Но здесь сейчас основное все, это, конечно, США и Европа. В особенности США очень интересная интрига. Смогут ли, сможет ли вот эти признаки разворота хай-тека, который долгое время толкал рынок вверх, материализоваться? Думается, наверное, скорее смогут. Но пока, наверное, будет консолидация. Сегодня Apple отчетность опубликует. Там будет видно, по Apple тоже очень интересная игра идет. Там вроде как акция созрела для того, чтобы немножечко зажаться в таком диапазоне. Сформировать 700-600. Но в целом мы видели, сегодня начали в Европе падать банки, что не очень хороший признак. Банки долгое время тянули все это ралли. Вот США тоже финансовый сектор. То есть вроде, опять, была такая глобальная суперидея аналитиков, что продавайте хай-тек, покупайте сырье и банки. А сейчас вроде как получается хай-тек продали, а банки и сырье тоже стали падать. Поэтому рынок немножечко находится в таком определенном, так сказать... В непонятках. Да, да. В непонятках. Антон, говори. Ну, по поводу можно, наверное, отметить валютные курсы, динамика валют за последнее время. Отдельно хотелось бы отметить австралийский доллар, который продолжает демонстрировать довольно-таки позитивную динамику. Ну, находясь в неком таком диапазоне, вот, естественно, оттолкнувшись от нижней его границы, устремился вверх. Поводом для этого послужили как статистические данные по Австралии, как по Китаю. Также еще ожидание того, что в ноябрьском собрании Коммунистической партии могут быть предъявлены какие-то меры поддержания экономического роста. Жутко, извини, это не относится к рынку, просто жутко это прозвучало как, да? На очередном заседании, на 21-м съезде коммунистическом было принято решение, покупайте австралийский доллар и индекс РТС. Да. Извини. Действительно, вот, соглашусь с коллегой, что сейчас такое время, вот именно вот этот данный этап, когда рынки могут... Он и так связан с чем? С ожиданием выборов, да, в штатах или что? Я думаю, что нет, тут, во-первых, монетарная политика ФРС США, опять-таки же, которая до сих пор остается такой неопределенной, в первую очередь, это связано с тем, что ФРС до сих пор не определила четкие грани. Антон, извини, давай, ФРС это долгая история, мы поговорим чуть позже, сейчас новости слушаем, Настя нам расскажет. Итак, продолжаем, уважаемые слушатели, мы продолжаем в эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня традиционно обсуждаем ситуацию на финансовых площадках зарубежной рынки валюта, ну и не только эти инструменты, сегодня у нас во внимании. Напомню, в гостях Дмитрий Клюшов, заместитель, начальник отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест» и Антон Захаров, аналитик промсвязь банка. Так, 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 ну, наверное, стоит напомнить еще и телефон в студию, 6510-996, хотя я уже боюсь этого делать, потому что вопросов огромное количество здесь, огромное количество здесь, если сейчас еще пойдут звонки, то все, то все. Мы не успеем поговорить. Продым? О насущном поговорить не успеем. Итак, о насущном. Значит, я хотел бы, да, вот еще на что сделать акцент, вот эта вот невесомость нынешняя сейчас, да, непонятно, что происходит. Что там, как. Связано это прежде всего с, Дима, с ожиданием выборов, да? Выборов. Ну, это тоже фактор, конечно. Но там, скажем так, очень интересный парадокс, связанный с тем, что, с одной стороны, все финансисты вроде как взносы республиканцам и письма пишут. Хотя сейчас некоторые есть компании, которые, как во время Советского Союза, подстраховываются, и тем и тем письма поддержки пишут, но все-таки дают чуть больше республиканцам, как ни странно. Парадоксально, республиканская программа гораздо более жесткая, и в том числе гораздо более жесткая она по отношению к банкам. И, в принципе, хотя, конечно, безусловно, оборонный компонент, который в этой программе заложен, но он хорош для нефтяного сектора, он хорош для компаний промышленных, которые работают на оборонку. Но, судя по всему, пока у Ромни хороший был выпад, он сразил Обаму в первой стадии дебатов. Но сейчас Обама тоже немножечко шипами обзавелся и вроде как тоже успешно отбил последних двух дебаток по всем предварительным прогнозам. Наверное, Обама все-таки удастся ему победить слишком, у него большая поддержка среди таких слоев, как женщины и национальные меньшинства. А поскольку национальное меньшинство, оно в США постепенно становится большинством, по такой кандидат он, безусловно, имеет заведомо более сильную поддержку. Поэтому для экономики это может что означать? Что фискал-клиф, та угроза, мы, судя по всему, получим такую ситуацию, когда президент будет демократ, парламент будет в большей степени под республиканцами. Будет очень интересная политическая интрига в начале следующего января, хотя, опять же, по фискал-клиф там три разных прогноза, есть самые разные сценарии. В самом худшем сценарии это рецессия США, в самом таком оптимистичном сценарии небольшой спад, если большинство этих мер, так сказать, будут так или иначе, то есть не будут приняты, подробно сейчас, наверное, вряд ли стоит обсуждать. Но так или иначе, то есть это будет история чем-то подобная тому, что мы наблюдали в августе прошлого года, когда рынок тоже в этом ожидании все ждали, ждали, что пройдут этот потолок. Потолок-то успешно прошли, а рынок-то рухнул достаточно ощутимо. Вот в этом плане этот риск, он достаточно высок. Плюс не стоит забывать, если отбросить все коэффициенты, посмотреть месячные графики S&P, Dow Jones на многолетних максимумах. И вот они находятся наверху того глобального конституционного диапазона, не стоит это сбрасывать со счетов. Что возможно, либо ситуация 70-х годов, когда мы тоже так же консолидировались целое десятилетие, потом вырвались и пошли вверх. Либо откат хотя бы до половины диапазона. А откат до половины диапазона, это, извините, тысячи по индексу S&P. Поэтому риски высоки. И выборы, так сказать, это один из того множества рисков политических. А есть еще и экономические, и финансовые, так сказать, рисков неисчислимое, так сказать, множество. Но не исключена такая ситуация, что рынок будет ползти, так сказать, дальше, накапливать еще больше эти риски, растягивать эту пружину. И, может быть, сейчас и не упадет. Хотя традиционно сезон октябрь, конечно, не очень хороший месяц. Хорошо, мы говорили о политических рисках, а экономические. И, честно говоря, я хотел бы, Антон, вспомнить, а что в еврозоне сейчас происходит? Там все наладилось? Нет. Ну, если на отдельных членов этого региона обратить внимание, то можно увидеть какие-то даже зеленые ростки. Например, и то же самое Ирландия. Вообще, на самом деле, хотелось бы отдельно отметить, именно по еврозоне, европейским чиновникам пока удается именно девальвировать вот этот уровень жизни, поскольку они не могут девальвировать свою национальную валюту, и им на примере Ирландии это удается сделать, вернуть страну к росту. То есть после двухлетнего консолидации бюджетной Ирландия на протяжении последних нескольких месяцев демонстрирует рост. Это показатель вообще в целом для Евразии? Я думаю, да, там даже взять ту же самую Грецию, некоторые макроэкономические показатели также подрастают. Платежный баланс, показатель экспорта также. То есть показывает то, что снизив свой уровень жизни, снизив цены на свои продукты, они смогли увеличить конкурентоспособность их, соответственно, увеличить свой экспорт таким образом. Ну, думается, сегодняшние данные, конечно, там действительно, вот те страны, там Ирландия, да, вот если посмотреть, что происходит с одной стороны в Испании, с другой в Германии, вчера была новость о том, что в Испании дефицит будет вместо 64-74% бюджета, неожиданность такая маленькая снова. А в Германии сегодня опять вышли индексы, ожидания и так были, так сказать, ниже низкого, так еще даже эти ожидания не смогли оправдать. И мы смотрим, что с одной стороны Германии, все говорят, что она бенефициар этого, того, что происходит в Еврозоне, вроде как не должна сильно страдать. Мы, и обозреватели, в общем, как бы видят, что ожидания активные, даже ожидания в отношении лидера, они и то не оправдываются. То есть плюс уже все говорят о том, что вроде так на время проблема фондирования Греции снята, Испания тоже проблему локальную, так сказать, банковскую свою решила, и все вроде бы спокойно, вербальные интервенции всех успокоили, но почему-то доходность все-таки растет, облигации суверенных проблемных снова третий день, никто не может понять почему, хотя на этом фоне, наверное, другого выхода и нет. Поэтому европейский суверенный риск, это такая тема, так сказать, немножечко сейчас теневая, она ждет своего момента, и обязательно выйти на поверхность, неожиданно, когда меньше всего все будут ожидать. К сожалению, если бы знать все эти моменты, наверное, мы бы, так сказать, мы были бы уже миллионерами. Ну, мы здесь бы не сидели. Ну, может быть. Ну, анекдот я его рассказывал, по-моему. Знал бы Принку, жил бы в Сочи, это известно, да? Да. Подожди, подожди, это еще не весь анекдот. Один другого, знал бы Принку, жил бы в Сочи, кто-то спрашивает, а ты где живешь? В Сочи? Ты сейчас хотел добавить? Нет, ну, по поводу Германии, Франции, Италии, те же самые вот эти негативные какие-то сигналы, приходящие оттуда, но это, в принципе, вполне нормальное явление, поскольку та же самая Германия, она также стремится сократить свои бюджетные расходы, также давит на рынок труда. Как раз, кстати, вот компания Маркет, которая сегодня опубликовала свои индексы активности, она как раз и сделала упор именно на то, что идут сокращения рабочих мест, и оказывает давление именно на значение этих индикаторов. То есть, в принципе, идет процесс, идет процесс консолидации, просто если повторится та же самая судьба с другими странами, как и с Ирландией, то можно даже оптимистично смотреть на происходящее. Поскольку рынок живет зачастую ожиданиями, поэтому в какой-то момент мы, видимо, можем как-то даже оттолкнуться. Ну да, конечно, есть множество подводных камней, как та же Греция, и вот тот же самый начавшийся, возобновившийся рост доходности, но, в принципе, там некая консолидация просто сейчас происходит. А так вот, насколько я понимаю, просто идет торговля между тем же самыми немецкими властями, греческими, всеми, там где-то закулисная игра, и, к сожалению, вот она зачастую непонятна бывает. Ну понятно. Ладно, бог с ней, с этой игрой. Давайте я один из вопросов процитирую, успеем мы ответить до новостей. Значит, пишет Константин. Добрый вечер. Вопрос по операции Твист. Значит, Константин пишет. Как я понимаю, операции Твист проводят, чтобы понизить доходность дальних облигаций, но ставка купона по этой облигации определена заранее, и, следовательно, выплаты по этой облигации никак не уменьшатся. Вопрос, зачем проводить Твист? Ну, дело в том, что нужно, так сказать, четко разобраться в понятиях долгового рынка. Есть купоны, есть доходность. И, собственно говоря, теория дисконтирования, да, если вы получаете через год 102 рубля, и у вас ставка 2%, то доходность вашей операции, так сказать, ноль, да. Соответственно, купоны и доходность облигаций – это вещи, которые очень, так сказать, опосредственно связаны между собой. Поэтому, что делает Федрезерв? Они пытаются воздействовать на кривую, да, то есть строго говоря, выражаясь, так сказать, языком, если сейчас многие говорят о том, что на современных рынках часто хвост идет впереди лошади, то ФРС пытается, управляя хвостом, повернуть вспять лошади. Потому что понижая долгосрочные процентные ставки, соответственно, повышая ближние, они стимулируют, давят кривую вниз, делают деньги дешевле, причем на всем, так сказать, сегменте кривой. Потому что кривая, если ничего с ней не делать, она будет очень сильно крутая, и долгие деньги будут чрезмерно дорогие в нынешних условиях. Но, опять же, это очень опосредованно влияет на экономическую активность, помогает только банкам в определенной степени. И, может быть, финансовому сектору в значительно меньшей степени. Чтобы реально была помощь, мы уже обсуждали, что должны выкупаться ипотечные облигации, должны выкупаться даже не в тех темпах, как сейчас было объявлено, 40 миллиардов они объявили, этого недостаточно. Экспансия финансовая и количество смягчения должно быть, ну, можно сказать, раза в три больше, чтобы поддерживать рынки и финансовую систему. Чтобы эффект хоть какой-то был. Длительный, но он не будет, опять же, вечный, он есть определенный инфляционный потенциал этих мер, выше которого просто будет глобальный, так сказать, разгон глобальной инфляции. А экономика уже будет расти спустя, там, может быть, несколько лет за счет того, что просто все станут беднее. И это тот метод. Это один из способов выхода из кризиса, да? Либо это инфляционный, либо это... В общем, да, за счет, то есть, но он, чем это, как бы, способ плох, тем, что он штрафует тех, кто живет на свои, и помогает тем, кто привык жить в долг. В нем занимании. Да, но, к сожалению, это наше будущее, так или иначе. Спасибо огромное. Еще один вопрос, Антон, давай, тебе, как профессионалу валютного рынка. Доллар-рубль отлично подрос, пишет Никита. Значит, он что-то тут купил, продал, сегодня закрыл, перевернулся в шорт. Вот, скажите, пожалуйста, моя мысль о шорте в этом инструменте до 31.4 и 31.1 верна или нет? Как вы видите, доллар-рубль на конец месяца. Я сейчас просто посмотрю текущие катеров, 31.33. В принципе, тут уже все... Не сильно изменилось. Ну да, сильно отработано. Ну вот, посмотрев сегодня на график, так же, вот доллар-рубля утром, мне сложилось такое впечатление, что сейчас ситуация схожая с августом, концом августа, когда был такой же выброс наверх, мы вышли за пределы некого диапазона, вот. А потом вернулись? А потом, да, вернулись вниз, и пару стремилось, пару стремилось вниз. Я не скучаю, что вот именно такой же развития событий. Антон, извини, времени не хватило. Давайте мы слушаем Настю, она расскажет нам новости, а потом, естественно, продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем ситуацию на рынках, на финансовых площадках. Собственно, коснулись мы рынка валютного, ну, ситуации на отечественной площадке, валютной секции ММВБ. Вот Никита спрашивал, что нас ждет в доллар-рубль, и Антон, собственно, начал ответ на этот вопрос, определяя диапазон. Продолжим. Думаю, что в ближайшей перспективе мы даже сможем увидеть уровень 38-10 по доллар-рублю. Подожди, я ошибаюсь, 38-80, что ты, давай, 30-80. 30-80. Волосы дымом стали. Ну да, логично, логично. Сейчас вот вчерашний день, сегодня я смотрю на график, да, он немножко корректируется. 31-32, текущая котировка. А вчера нормально, ударился он в 31-15. Там у нас сопротивление достаточно сильное, да, от майское еще. И линии нисходящего тренда на дневном графике, поэтому все логично. Поэтому это Никита, да, говорит, я, говорит, зашортил, ну и нормально, и держи. Да, до 30-ти ты держи. Ну, еще одно замечание, конечно, хотелось бы напомнить, что традиционно к концу года рубль слабеет против доллара. Это динамика отмечается где-то к концу, где-то с конца ноября, там, с 30-х чисел, где-то вот по декабрь. Вот, мы видим зачастую ослабление рубля, причем иногда она раскоррелирована с рынками. Ну, это с чем связано-то? С возможными какие-то закрытием годовых балансов, там. Ну, понятно. Год заканчивается, подбивают бабки, да, как говорят обычно. И на самом деле. Ну, действительно, ну, главное, опять-таки, здесь, главное подчеркнуть то, что, действительно, раскорреляция некая происходит, да. Мы привыкли с вами рассуждать и рассуждаем правильно, что и рубль, и нефть, да, и индексы, и все остальное во взаимосвязи находят. А потом раз этот выпал вроде бы. Почему? Яснение есть. Давайте начнем отвечать на вопросы потихонечку, их много уже, я буду выбирать. Какой максимум можно ожидать у Роснефти? Ну, опять-таки, да, Дим, Роснефть у нас ТТТ сегодня, да, фанфары? Ну, да, там же цена была озвучена, 236 выше, там, ну, можно опцион продавать, но рискованно, правда. А так, так сказать, я бы, так сказать, смотрел больше максимума, которые нефть к рынку в целом, да, то есть, Роснефть стоит на максимумах ко всем голубым фишкам. Я уже не говорю там про ТНК-БП. Тут можно понять, абсолютный уровень, наверное, даже не так важен, как сможет ли нефть дальше идти выше рынка. Теоретически, наверное, бывает на нашем рынке, как это уже доказывала практика, бывает все. И, в общем, это все можно отнести к тому, что происходит с Роснефтью сегодня. Но там надо понимать, что если будут признаки разворотных движений на внутридневных графиках, можно искать возможности для коротких позиций к другим голубым фишкам. Ничего такого не произошло, как бы, так сказать, не писали аналитики, может, отдельные, оптимистично настроенные. Ничего принципиального с Роснефтью не произошло. Но в то же время появились некоторые проблемные моменты, которые и вопросы неотвеченные, которые в долгосрочной перспективе делают туманным, так сказать, перспективу того, что Роснефть будет в течение трех-шести месяцев опережать от основной российской бумаги. Я понял. Забавный вопрос, Антон. Скажите что-нибудь про дивергенцию на S&P 500. С чем и чем? Ну, не знаю, с чем действительно там что-то. С объемами. С чем расхождение это, уточните? С объемами, с индикатором, с каким-то. Может, там и сидел, но увидел там дивергенцию. Ну, нет, вопрос понравился. Скажите что-нибудь. Так, давайте другой вопрос. Патриот, добрый вечер. Как рассматриваете «Газпром» для среднесрочных вложений, видимо? Хорошо рассматриваю. Я бы даже сказал, что, так сказать, не только рассматриваю, да, потому что «Газпром», конечно, там есть негатив, сегодня они опять иск проиграли в суде дела. По «Газпрому» накопился глобальный негатив, причем негатив кумулятивный не только от того, что там внутри происходит, но усиление тех кругов, которые, так сказать, у нас управляют «Роснефтью», они, к сожалению, на рынке автоматически означают некоторую слабость «Газпрома». Это пересекает и в бумаге в том числе, потому что «Роснефть» в том числе сейчас оттягивает деньги иностранных инвесторов, плюс «Газпром» — это отличный прокси для шарта российского рынка. Когда инвестор хочет шартить в российский рынок, он шартит, раньше было две бумаги «Газпрома» и «Сбербанк», сейчас пока одна бумага. Потому что «Сбербанк», да, его шартить боятся, потому что там, во-первых, наверняка могут быть какие-то обязательства тех, кто это все разместил, какое-то время подержать. Во-вторых, есть разговор об опционной программе «Сбербанка», достаточно объемной, в рамках которой «Сбербанк» будет пускать деньги на рынок, выкувать собственные апсеты. Поэтому хэш-фонд «Бабаево» шартит «Сбербанк». А уж если шартить российский рынок, на рынке проще всего занять акции «Газпрома», и плюс много тех, кто засел в нем с тех далеких времен, когда он был 30-50, поэтому ему очень сложно развернуться. Но если он развернется, то это будет одна из идей лучших на рынке, потому что он, с одной стороны, ликвиден и в то же время может хорошее движение показывать. Антон, тебе вопрос. Смотри, есть инструмент под названием «Индекс доллара». На ком тебе такой инструмент? Да. Значит, Никита спрашивает его мнение. Это нечто вроде доллара в невесомости, ведь он не привязан ни к чему в данном случае. Не расскажете, стоит ли ориентироваться на этот инструмент или скорее индикатор при торговле пар доллар-рубль, евро-доллар? Честно скажу, для себя я тоже выделил несколько ведущих индексов. Я так полагаю, что многие хедж-фонды в своих моделях их также используют, поскольку иногда при определенном проходе ими уровней отдельных начинаются сильные движения на других валютных парах. Индекс доллара – это соотношение корзины валют, там евро есть и ряд других валют. То есть, во-первых, извини, пожалуйста, Никита, тебе я сейчас ориентируюсь. Это не просто. Это не доллар в невесомости, это абсолютно реальная вещь. Корзина, шесть валют, евро, фунт, иена, канадский доллар, швейцарский франк и шведская крона в разных пропорциях, но это, тем не менее, это абсолютная корзина валют. И слабость или сила доллара по отношению к этим валютам о многом говорит. Там хотел бы отметить, что основной вес там все-таки евро. Евро, безусловно, да. Поэтому зачастую просто можно графики на другую наложить, и они примерно одинаково ходят. С другой стороны, также по поводу индексов. Еще есть разные индексы сырьевые. Просто вот если обращать на них внимание, то можно некие модели какие-то формировать. Например, давай. CRB есть индекс, есть индекс Роджерса. CRB – это что такое? Это Ройтерс считает, Ройтерс-Джефферсон. Индекс, это в нем соотносятся несколько сырьевых товаров. Там нефть, медь, никель, софты, то есть там пшеница. Ну, разный спектр сырьевых товаров. Естественно, из него он рассчитывается на их основе. И вот в зависимости от их движения также… Ну, значит, вот аналогия такая. Индекс доллара, да, это привязка к корзине валют, да. Индекс, о котором ты говоришь, привязка к какой-то другой корзине. Вот, соответственно, я так понимаю, что вот интересный такой факт, что зачастую, вот я смотрю, когда вот они определенный уровень проходят, мы видим сильные движения уже по определенным инструментам. Да, 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 да. Спасибо. Я согласен, действительно, индикаторы вот подобные, да, индексные, они дают сигналы. Считаю вопросы я. Русгидро интересуется. Молосар, Русгидро отыграет завтра сегодняшние подними. Ну, сегодня свалился он, да, там, я читал в начале. Ну, полтора процента. Русгидро, ну, всегда сложно давать комментарии по акциям и компаниям, у которых долгосрочные финансовые перспективы весьма туманны. Русгидро и вообще в целом российская электроэнергетика, это крайне спекулятивная идея сейчас во всех отношениях. И прогнозировать и торговать уж тем более по рекомендациям завтра или сегодня, чтобы... Безусловно, это некорректный вопрос, это естественно. Не совсем корректно. Долгосрочно думается, что Русгидро можно смотреть в паре к ФСК и ЕС, они достаточно симметрично ходят, но сейчас там без сигналов, там, в средней зоне. Поэтому я бы вот инвестору рекомендовал бы смотреть, взять, построить график, Роснец, деленная, да, то есть цена акции ФСК, есть деленная на цену акции Русгидро, и смотреть, как он ходит, торговать их друг против друга. Долгосрочно же у российской электроэнергетики, да, и в том числе и Гидро, как и крупнейший представитель, это будет такой волатильный боковик, вверх-вниз. Если умеете в нем играть, пожалуйста, но советов очень сложно здесь давать. Ну, понятно. Нет, ну, действительно, уважаемые слушатели, вы вопросы такие задаете, отыграет ли завтра до трех часов дня, потому что меня потом не могу за этим смотреть, отыграет ли он, чтобы мне... Ну, это не так, это неправильно. Еще один вопрос, я открыл сейчас график, график акций Google, и вопрос от нашего слушателя, стоит ли покупать потихонечку, да, потому что было падение, действительно, на прошлой неделе, наше время серьезно, да, упали акции, с хаев в районе 770 до, ну, на 100 долларов практически, да, 680 сейчас текущая котировка. В принципе, глядя на график, рисуется вполне, с технической точки зрения, поддержка как раз в районе 670, ну, сюда поставлю, 677 долларов за унцию, стоит ли прикупать, как думаешь, Антон? Долларов. Сори, сори, да, 670, да, унцию, я все о своем, о золотом, 677 долларов, конечно, за акцию. Честно, акция не моя стезя, но вот, с твоей точки зрения, после таких падений можно пытаться подбирать именно в районе сильных уровней поддержки, в данном случае, вот, но, с другой стороны, можно попробовать поиграть даже, поскольку сейчас, вроде бы, отчетность уже была опубликована, вот, возможно, она была уже отыграна, и сейчас Apple презентовала свой новый продукт, там, какие-то вот такие моменты, там, Microsoft собирается, какие-то вещи тоже, если сейчас общий сегмент начнет демонстрировать, IT-сегмент начнет демонстрировать какой-то признаки оживления, то, думаю, Google так же стоит. Согласен. Владимир. Тут по Google, да, сам я очень внимательно смотрю на него, вот, я использую такой индикатор, который работал очень неплохо последние пару лет, опять же, тот самый соотношение Google, как-то General Electric, или другой есть такая компания, FISERF, тикер FISV, вот, если инвестор, опять же, построит, там очень хороший график, и там хороший он дает сигнал на вход в Google, даже в целом по рынку, но в особенности по этим парам, вот, если по этому индикатору, лично я бы сейчас в Google не стал заходить, Google скорректировался, но там в целом сектор развернулся, и там еще ему падать и падать, хотя этот индикатор, он сейчас скорее ближе к низу, но я бы еще подождал недельки, две, три, не заходил, я бы сейчас, там есть другие интересные, так сказать, идеи на американском рынке, но поддельным бумагам не хотел, так сказать, на них сейчас скатываться, вот Google и Apple, если Apple консолидация, то Google, наверное, пока скорее вниз. Ну, а насколько, да, глубоко мы... Ну, насколько, там сходу мы вряд ли нарисуем тут, да, но вот если по ценовому уровню, ну, я думаю, еще процента 3-5 он может вниз сходить. Я понял, спасибо. Ну, давай, Дим, да, CP вот все-таки, тут был вопрос у нас, да, что-нибудь про дивергенцию, но про дивергенцию мы ничего сказать не могли, потому что непонятно, о каком расхождении. А что вот средние сроки ты видишь по индексу S&P, я, если нужно... По S&P пробили тройную вершину вниз, сделали локальную цель, там, наверное, сейчас у нас будет некая консолидация, думается, будет продолжение снижения, поскольку, вот как бы два сценария, да, либо это коррекция, к тому, небольшая коррекция к большому движению, и дальше опять ползти вверх, в течение там неопределенного времени, либо это будет движением, просто можно будет оценить разворот, только когда свернутся глобальные, да, такая, то есть технически там нет пока ничего катастрофического. S&P я бы давал до конца года, может быть, 70% против 30%, что он будет ниже. Ниже текущих. Да, ниже текущих уровней на конец года, но это, в этой рекомендации можно поставить 100% в районе 1440, если, так сказать, уровень будет пройден, то она снимается, и там, наверное, будет дальше опять ползти вверх. Ну, ты имеешь в виду, где-то зашортить его сейчас, да? Да, да, да. Антон, видишь СИП где-то? Я вообще для себя поделил цель по S&P индексу уровня 2007 года. Мы до него еще не доросли, там есть куда расти. Подожди, я сейчас не найду, назови цифру. Честно, цифру точно не смогу сказать. Сейчас найду тогда. Было как-то интересно. Ну, это 2007 года, это выше, да? Это выше, чем сейчас. Сейчас, да, гораздо выше. Исторический ХАИ 1570, вот я смотрю сейчас. То есть ты туда смотришь? Не скучаю. ФРС дает денег, сейчас решают некие вопросы в Европе. Я понял. Ладно, ладно, это интересно. Но самое интересное, это новости на Финам. Финам ФМ в исполнении Настей Юрьевых. Слушаем. Итак, друзья мои, последняя, заключительная часть нашей программы. На Финам ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем перспективы. Перспективы движения финансовых инструментов на ближайшую, среднюю, долгосрочную, как получится. Напомню, в гостях Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка института компании «Русинвест». Антон Захаров, аналитик промсвязь банка. И вопрос, который я сразу хочу озвучить. Ну, Антон, твоя тема прежде всего. Пишет нам Виталий Романовский. А что ваши гости думают о золоте? Или давай так. А думают ли ваши гости о золоте? Думаем. И что они, да? Другое дело, что они? Ищем новые точки для входа. Стоит ли покупать, значит, золото? Какие уровни ваши гости до конца года? Ну и так далее. Давай. Ну, вначале хотелось просто фундаментальную часть этого рынка отметить. Это постоянные покупки золота по центральными банками, это покупки золота ETF-фондами, бумажными фондами. Кстати, по последней статистике ETF-фонды вышли на четвертое место по объемам запасов золота у себя. О, как. Вот. Недавно было отмечено. Соответственно, если брать фундаменталку, тогда можно рассчитывать на дальнейший рост, взять какие-то инфляционные риски, поскольку золото традиционно используется как инструмент защиты от инфляции, хотя это может быть некая утопия, ну, в любом случае. Мы живем в мире, где вообще каждая вторая идея это утопия, и тем не менее мы же живем. Тем не менее, да. Думаю, что мы снова можем увидеть уровень 1800 до конца года. Дальнейшее будет все-таки зависеть именно от развития событий в конце года. Это вот в первую очередь связано с госдолгом США. Там могут быть как необратимые процессы, это также может немножко рынки поносить в разные стороны. Мы продолжим свой какой-то рост, который наметился еще в этом году. Ну, мы, ты говоришь, мы с золотом, да? Мы с золотом продолжим рост. Да, единственное, хотелось бы отметить, что если мы вспомним, еще год назад золото, когда оно вот практически повысилось в 2000 за тройскую унцию, оно тогда использовалось как защитный инструмент от всех потрясений. Теперь же этот инструмент, он изменяется как рисковый инструмент, то есть как нефть, как остальные комоди сейчас к нему. Нет, забавно, что когда растет риск, растет золото. Когда падает риск, растет золото. И никак мы не можем определить, да, куда его поставить. Раньше был защитный инструмент, а сейчас что не случилось, все равно растет золото. Кстати, вот текущая котировка 1706, ну, то есть 1700 практически тоже потрогали уже. Ближайшая поддержка, пробили ее 1730, ну, плюс-минус, да? Она пробита, и, в принципе, если смотреть куда-нибудь, да, ты называл 1690, да? Ну, я чуть ниже, там, 1680, то вот хороший следующий уровень поддержки для того, чтобы его покупать. Ну, опять я с Антоном соглашусь, идея работы с золотом, стратегическая идея, она не нова, надо его покупать, желательно, по более низкой цене. Дим, добавишь что-то? Ну, я бы тут, с моей точки зрения, все-таки значительного роста текущих уровней, я бы не знал, жду консолидационный диапазон, вот как он сформировался, там, 1600 с небольшим и 1800, я бы как раз на золоте сейчас там волатильность поскочила, задумался, опцион портовал бы аккуратно, конечно, понимая, так сказать, риски, недалеко не денег, ну, естественно, там, соблюдая стопы. И мне кажется, сейчас даже гораздо более интересные точки движения нефти, мне кажется, что нефть готовится к большому движению вниз, там накопились фундаментальные факторы. Мне нравится, готовится к движению, собирает чемоданы. Да, собирает. Нефть собирает чемоданы. Она их, в принципе, уже собрала. Многоэтапно собирает, уже, так сказать, была попытка там, когда мы ходили недавно, потом был отскок, мне думают, сейчас мы будем наблюдать еще одну фазу, это еще один заход вниз. Такая максимальная цель этого захода 80 долларов. Может быть, конечно, они не реализуются. Ты по бренду говоришь, да? По бренду, да. Потому что бренда, там, конечно, очень интересно, насколько этот спред будет выравниваться, потому что по лайту, лайт там уже и так недалеко находится. Спред, конечно, будет выравниваться, там не так много осталось месяцев, но очень сложно, опять же, этот момент найти. Но наш даже рынок, он не так сильно сейчас ходит за брендом, поэтому для российского рынка не столько важно. А вот в целом бренд готовится к такому хорошему движению и думается, в течение месяца-двух мы его увидим для начала на, может быть, 100, может, чуть ниже, 95, ну, 90 до конца года можем увидеть вполне. Но, так сказать, это на уровне, понятно, что... Ну, это естественно. Ты бы шортил ее вот на таких ожиданиях? Я бы думал, да, если говорить о позициях, я лично сам ее сейчас не шорчу, поскольку у меня и так, так сказать, есть шорты в других рынках с этой позиции на нефть, по российскому в частности. Но если брать, так сказать, как в качестве идей, если нет шортов, связанных с нефтью, то это, мне кажется, идея может пронести прибыль. Единственное, сейчас, может, чуть поздновато, но пока еще есть время. Надо ловить отскоки. Мне думают, что нефть, там есть, накопились фундаментальные факторы, да, то там сообщение выходит, что США в 2015 году уже будет добывать нефть чуть ли не на 30% больше, то, что она в следующем году уже может выйти в лидеры по добыче нефти. То есть США будет постепенно покрывать свои потребности, потому что покупать такую дорогую нефть экономику просто не под силу, да. А сейчас 41% по импорту, ну, будет постепенно спрос, так сказать, падать со стороны США и уходить в другие регионы. А в условиях экономической стагнации, из которой выхода никто не предвидит, у нефти просто есть единственный фактор, который ее держит на тех уровнях, в которых есть сейчас, это геополитика и спекуляции. Геополитика, как по последним, так сказать, опять же, секретные переговоры Ирана, в Сирии ситуация немножечко устаканивается, геополитическая премия, если будет уходить, фундамента для нефти выше 100 долларов сейчас нет на рынках. Понятно, логично. Так, хорошо, вернемся на отечественные рынки. Так, вопрос от Константина. Стоит ли покупать облигации Мечела? Облигации Мечела, ну, по долговому рынку, я не знаю, так сказать, может быть... Антон? Ну, это такой корпоративный сектор. Вообще, в целом, если брать облигации российского рынка, то они довольно-таки привлекательно выглядят, если сравнивать их с облигациями тех же самых некоторых корпоратов в Америке, в других странах, поскольку текущие доходности, они предлагают довольно-таки хорошую возможность для заработка. Вот. И отдельно хотелось бы отметить, что новые все выпуски, они сопровождаются хорошим спросом, как со стороны за рубежа, так и со стороны внутренних контрагентов. И сейчас, до конца года, там ожидается довольно-таки значительный объем размещений. Думаю, что в принципе можно попробовать даже. То есть идея в принципе жива, да? Жива, да. Спасибо. Так, дальше смотрите. Вот об индексах мы говорили, Антон, зовите сырьевой индекс в Великобритании. Есть такой? Может он имеет в виду акции, индекс акций сырьевых компаний? Может быть. Там есть хороший, так сказать, индикатор, это SXOP, но это не по Великобритании, а в целом по Европе. Но там большинство акций, которые торгуются на ФУЦИ. Соответственно, как индикатор нефтегазового сектора и который, кстати, достаточно сильно коррелирует с российскими нефтегазовыми компаниями и с российским нефтегазовым индексом, это именно SXOP. Понял, спасибо. Тикер. Dow Jones, Евростокс, Oil and Gas. Еще один вопрос, смотрите. Вы дали прогноз по СИПи до конца года, а что скажете по индексу РТС также на конец года? Сложно, так сказать, всегда давать такие прогнозы. Сейчас очевидно, что индекс РТС сильно перепродан к своим зарубежным, так сказать, коллегам. И если мы будем наблюдать снижение на рынках США и Европы, если будем наблюдать снижение на рынке нефти, рост доллара, конечно, наверное, падение индекса РТС будет на уровне или чуть лучше этих рынков. Поэтому, если тот негативный сценарий, который мы говорим, он будет реализовываться, уровни с 1300 по индексу РТС, 1350, мы увидим. Но здесь есть еще какой важный фактор, опять же, сложно, в таких условиях неопределенности всегда есть, ну, нужно смотреть, опционный фактор. По декабрю сейчас на опционной, так сказать, открытой позиции, сильной, на страйках 1650-1350. То есть, рынок опционный ставит на то, что останется, диапазон сохранится 1350-1650 до конца года. И до декабрьской экспирации, вероятнее всего, когда индекс будет пытаться подходить на 135, он будет отскакивать, отпрыгивать, его будут как-то подтягивать, если рынок будет не сильно двигаться. Если же мы уровень 135 пробьем, не удержимся выше, то там может быть очень сильное движение, и тогда даже с снижением 1300-1990 мы можем не ограничиться. Но это, опять же, много если, потому что я бы ждал индекса, как я уже сегодня обозначил, 65 просит 35, наверное, ниже текущих уровней, и если пробой 1350, то может быть даже существенно ниже. Но сейчас наблюдается определенный оптимизм в ряде бумаг наших, вот эта история с Роснефтью, то есть, возможно, все-таки за счет этого оптимизма мы не будем так сильно. А если мировые рынки будут расти и дальше ползти вверх, то, возможно, даже и мы сходим на верхнюю границу этого диапазона снова 1650, и этот вариант тоже стоит рассматривать. Ну, нормально. А ты говорил как раз, что СИП будет там на исторических максимумах, соответственно, и РТС, наверное, за ним потянется, нет? Ну, возможно, тут еще внутренние факторы, это проблемы с ликвидностью банковской системы, то есть, такая глубокая тема, которая постоянно сейчас в СМИ обсуждается, глава, представители Центрального банка Российской Федерации также постоянно об этом говорят, но при этом обещают постоянно поддерживать систему триллионами рублей в помощи разных инструментов. Понятно. У нас очень интересная игра сейчас, кстати, да, это вопрос отдельный, но с точки зрения инвестора, да, если вы можете заработать на долговом рынке 10%, если вы можете заработать, ну, годовых, практически без риска, если вы можете заработать на фондовом рынке 20%, но, извините, с каким риском, что вы будете покупать? Конечно, вы будете покупать облигации. И с позиции мирового инвестора, видя, так сказать, то удивительные действия, которые наш регулятор делает по процентной ставке и фактически спровоцируя спекулятивный приток иностранных денег, ну, когда на это смотришь, вызывают очень, это вызывает очень интересные мысли, которые здесь даже страшно озвучивать, так сказать, но вопрос такой, зачем это нужно, да, потому что это, с одной стороны, создает дефицит ликвидности, с другой стороны, это играет, так сказать, на мельницу спекулянтов, которые зарабатывают на корритрейда, и на инфляцию это вроде как не влияет, потому что, ну, сделать ставку хоть 15% инфляционные факторы совершенно другие, они не связаны с процентной ставкой, на динамику кредитования, ну, так сказать, банки все равно как-то умудряются, если им надо будет кредитование наращивать, процентная ставка сильно не повлияет, ну, очевидно, что у нас есть здесь серьезная проблема и которая находится отражение в динамике российских акций, в том числе, кончится она тоже, в общем, предсказуемо, наступит какой-то переломный момент, когда все корритрейд этот насытятся, на мировых рынках все же какой-то наступит перелом по тренду процентов. Дима, извини, пожалуйста, я все понял, небольшой анонс, в Госдуму хочется вести мораторий на установление некоторыми странами, кому разрешат, кому запретят, также все нюансы установления детей в России, обсудят Юрий Прагинков, подключайтесь к разговору, у нас время закончилось, спасибо за внимание, всем успехов на рынке.